всем привет с вами кейн и сегодня у нас серии сноураннера будет доставка бурового оборудования прошлый раз я на этом же грузовичке доехал до цистерны заправился так вот здесь в компании мы все прошли где-то здесь я был в этом районе доехал сюда заправился вот с этой цистерны и также вот сделал крючок сюда вернулся ну как крюк такой дел заехал сюда на буровую площадку нам нужно выполнить вот это вот задание единственное из трех которые мы можем выполнить ну они пока что закрыты под замком вот нужно доставить буровое оборудование три раза но я не знаю можно ли с одной и той же местности доставить сюда так вот если можно то зачем ехать вот так вот когда можно отсюда но поскольку я в этом не уверен поэтому мне кажется что придется доставлять с каждой из этих буровых платформ поэтому начнем отсюда но поскольку я уже ближе всего здесь так же еще и хочу выполнить доп задачу там называется упавшая антенна я уже подогнал всю нужную нам технику для этого подогнал кран который нам понадобится скажу честно он не раз у меня перевернулся потому что высокая подвеска высокий сам кран площадь его покрытия что ли ширина длина не слишком высокий и он как бы получается высокий такой и на малейших таких вот уклонах ямах он сильно крен у него сильно высокий и он переворачивается когда выезжаешь в яму или из какой-нибудь горы там что-то под уклоном то то есть быстро резко это все очень опасно поскольку все это может его быстро перевернуть вот этот внедорожник или как вездеход получатся вездеход классификации вездеход он идет он весьма хорош весьма хорош в плане с таким вот полуприцепом то есть площадь с дорогой покрытие получается высокая перевернуться у него меньше конечно же шансов но опять таки же он тоже с высокой подвеской что не делает его абсолютно защищенным от переворачивания но проходимость его в принципе весьма хороша то есть едет он на вот внедорожные резине как вы видите с такими протекторами как у трактора едет весьма быстро ну мерках этой игры это очень таки быстро ну потом я планирую поехать в ближайший буровой этой установки и забрать оттуда контейнер и если можно будет обратно же также съездить туда же и забрать еще раз оттуда вожу то есть не нужно будет ездить ко всем этим точкам то есть неважно с какой местности то есть с ближайшей можно допустим довести три раза это выполнить задача то это очень хорошо поскольку это сократит время чем ездить то еще подальше потом кто еще самое дальнее и вот так вот с каждой точку перевозить с ближайшей будет конечно же гораздо быстрее но просто я уже оказался там потому еду с до самой дальней точке но кажется выпали на мнению потому еду с одной и той же довести будет гораздо быстрее но в принципе тут масштабы карт не слишком выдающиеся поэтому доедем на именно этом вездеходе достаточно таки быстро ну и тем более мне нравится в принципе такой вот но как геймплей или в плане того что это похоже на дальнобойщиков но на как там american тракт и евро тракт то есть длинномер и прицеп полуприцеп что мне кажется весьма прикольно еще я планирую когда там выйдет он вроде бы точно не знаю когда там по моему american тракт 3 вот в него я хочу поиграть там в плане того что там будет что-то новое ну как и грузовики и в общем территория там буду рано в общем но всяких приколов то есть вот именно в него я хочу как раз поиграть потому что он был более я не играл и в евро тракт и в американ тракт и но они мне короче больше понравились чем это но тут в этом снова раннере то есть получается вот у него ну своя особенность вот эти вот грязь и улучшение машин там и тому подобное это конечно же прикольно но так как american тракт или как евро тракт вот меня это не цепляет поэтому я конечно же за american тракт чтобы пройти третью часть ну то есть полностью не полностью я не знаю там чего там как там будет достаточно 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 будет однообразный геймплей то есть нужно будет просто исследовать карту как и в предыдущих частях ну а может быть будет что-то более интересное то есть поэтому очень хочется поиграть него ну так чисто для сравнения хотя бы с этим да вот мы наехали на дерево сейчас назад оп все оно разрушилось и можно теперь ехать вперед часто вот такая ситуация бывает когда ты просто зацепляйся за дерево и в общем оно тебя стопорит чтобы этого избежать нужно а вот вот теперь дерево разрушилось прицеп зацепился за дерево все надо чуть-чуть назад отъехать и тогда дерево разрушится и можно будет ехать вперед отлично а теперь смотрим а по всей видимости да можно просто напросто с одной и той же буровой доставить три раза что весьма мне кажется очень таки неплохо а вот так только я тут столкнулся с тобой ага а нет я объеду вот есть кольцевая а вот тот прицеп о котором я говорил в прошлом выпуске то есть на нем есть металлические балки и бетонные блоки то есть можно было поехать сюда взять эти металлические балки можно было поехать туда взять в общем по карте все разбросано не обязательно тарабанить это аж хрен знает откуда кстати этот прицеп тоже мне кажется прикольным такой ну то есть в предыдущих сериях на аляске основном я ездил с платформы такой без бортов а тут как бы с бортами ну то есть мне кажется он тоже такой прикольный а это что-то зацепился сейчас ничуть назад вперед и все короче сейчас я еще один контейнер отвезу а потом на последнем ну то есть маршрут будет один и тот же поэтому смысл два раза одну и ту же показывать на последнем покажу последний контейнер итак доехал я один раз отсюда приехал второй раз берут последний третий наш контейнер ну на карте вот отображается ну и на карте и вот сейчас вот отображается вот стрелочка что отсюда можно взять контейнер то есть я так полагаю что можно от одной точки вести просто три контейнера не важно от какой просто какой вам лучше я уже здесь брал контейнер и вот взял второй раз с одной и той же точке если я доеду и нельзя будет выполнить это здание то получается надо будет брать с каждой точке то есть проехать до каждой из тех точек но мне кажется это полным бредом поскольку оно тогда мне кажется не отображалось бы что здесь можно взять контейнер да кстати с грузом вот проходит он уже чуть чуть хуже медленней тяжелее ему но тем не менее все равно он хорошо идет кстати что я заметил то что у нас вот это пропала вот эта вот решеточка сзади кабины защита типа водителя была она на Аляске у нас точно я помню теперь ее нет честно говоря с чем это связано и в какой момент она исчезла я не знаю может быть я где-то что-то клацал в гараже и там возможно она как-то убралась автоматически но точно я не знаю просто заметил вот именно только сейчас уже сколько играю на нем то есть ездили мы куда-то там еще в этом в Смитцевской дамбе это и то есть там где-то мы катались я этого не заметил то есть когда мы доехали уже сюда до островного государства то есть и то сколько мы здесь прокатались на нем я заметил то только сейчас ну в принципе техники тут много и в общем я как-то запамятовал это все ну в общем по-моему она просто убралась эта штучка ну я в принципе потом съезжу в гараж после выполнения задач и посмотрю должна быть да кстати заправился я там перед вот этим последним контейнером заправился от цистерны там рядышком стояла у ней там больше тонны там осталось еще тонны с чем-то ну тысяча с чем-то литров то есть с каждой цистерны если заправляться то там достанется даже больше половины то есть на выполнение всех задач на карте топлива достаточно цистерны и что кстати хорошо нам за эту задачу хорошо заплатят и дадут много опыта ну как немало и нам тогда останется потом еще один уровень вкачать чтобы открыть там по-моему какую-то технику ее по-моему ну не знаю то есть возможно можно где-то найти возможно нельзя я ее так и не нашел получается на Аляске но мне интересно не показать потому что она весьма самая крупная из последних и доступна только на 24 уровне так да все получается можно выполнить вот почти 6000 денег и и 700 опыта здесь у нас все короче мы выполнили переходим к дополнительные задачи нашей вот она ну ладно сейчас попробуем тут короче эта задача по-моему называется упавшая антенна вроде как надо достать какой-то контейнер из реки а сейчас стоп нет нет не сюда вот но я правда не разобрался где этот контейнер забудь или что-то как-то непонятно а она не активна оооооэм май гот сейчас секунду я туда ее активирую В общем, для этой задачки, как оказалось, автокран не нужен, нужен просто грузовик с двумя местами, ну то есть обычный любой грузовик с кузовом, автокран там не нужен совсем. Как оказалось, там просто область, в нее заезжаешь и просто грузишь контейнер, автокран там был мне нужен, хотя я таки не понял почему, требуется для выполнения этой задачи, ну в описании, то есть там требуется автокран. Чтобы вы понимали, вот здесь у меня стоит автокран, вот отсюда мы начинаем маршрут наш и едем, ну, возможно автокран потребуется уже в конце, чтобы разгрузить, хотя, как по мне, так это странно, но дохрен с ним. Взял, конечно же, я этот наш новый инвизиход, который мы недавно так нашли. Тут, кстати, топливные баки, получается, они с правой стороны два и с левой один. Ну, запас топлива у него хороший, по расходу он, ну, приемливый. И вот что минус такой, чего хочу отметить, то у него, короче, передние колеса, они холостые. У него только задний привод. Что весьма его делает менее проходимым в таких вот где-то условиях на каких-то болотах. Ну, как по мне, так он, кажется, ну, не очень хороший в этом плане, поскольку чисто задний привод, если где-то застрянет там, ну, то есть загрузить колеса задние. А такое у нас часто происходит, то очень хорошо помогает передний привод на любом грузовике, которым можно подключить или же там, где он действует постоянно. А у нас же такой возможности нет, поэтому, как по мне, так этот грузовик крайне, ну, такой специфический. Ну, я же говорю, то есть, в одном из видео предыдущих я там говорил, можно просто взять обычный шоссейный грузовик с кузовом и просто прицепить на него прицеп. Вот видите, он очень хреново тут проходит все. Маневренность у него хреновая. И плюс к тому, что, то есть, я вот поставил, конечно, удлиненную лебедку, но вот в таком месте, вот как сейчас, то есть, задние колеса, вот видите, буксуют, а передние нихера. То есть, вот в таком месте все, вот он сел и все. Нужна, конечно же, лебедка, удлиненная лебедки, мы его вытащим. Но был бы тут подключен передний привод, то есть, это гораздо увеличило бы его проходимость. В гараже, то есть, я не видел там такой функции, то есть, возможности установки подключаемого переднего привода. Поэтому, скажем так, это хороший грузовик на халяву, не более того. Ну, да, то есть, что он четырехместный, ну, блин, опять-таки же говорю, просто взять к обычному грузовику, прицепить прицеп и все. Или взять низкое седло и взять платформу эту и будет тот же самый грузовик. То есть, ничего в нем такого особенного нет. И я вот в нем ничего особенного такого не вижу, чтобы сказать, что прям вау, вот эта вот находка-находка. Нет. Вот наш, ну, самый лучший тягач, который мне больше всего понравился из-за его хороших таких характеристик по поводу проходимости. И так же его можно по-разному модернизировать. Ну, вот, то есть, автокран нам не пригодился. Не знаю смысл того, что там было написано. Ну, в общем, как-то так. Ну, что ж, на этом у меня все. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео. Всем спасибо. Всем пока.